В этом видео я расскажу и покажу, как и из чего я изготовил своими руками вибротрамбовочную плиту для уплотнения грунта, песка и щебня. На любой стройке, где присутствуют земляные работы, возникает необходимость в такой машине. Вот и у нас наступил момент X. В мастерской решено было сделать полы по грунту с интегрированным водяным отоплением, а следовательно предстояло утрамбовать приличный слой песка и щебня. Брать трамбовку в аренду посчитали невыгодным, так как в процессе стройки она потребуется много-много раз. Купить стоило дорого. Что ж, решил, сделаю сам, не привыкать. Закупил подходящий материал, как обычно на базе металлолома и взялся за дело. Подошву плиты вырезал из 9-миллиметрового стального листа, а чтобы загнуть края, болгаркой сделал по два параллельных надрезок, до половины толщины листа. Согнул по ним до нужного угла и заварил прорези, и зачистил швы. Верхнюю плиту изготовил из двух кусков швеллера, сварив их между собой и подрезал по форме плиты. В нее же вварил болты крепления вибромотора, а позже и гайки для установки опоры ручкой управления. Опору нужно было установить на виброизоляторы, чтобы уменьшить вибрацию ручки. Порывшись в хозяйстве, нашел связку саленблоков от москвича, их и решил использовать. В образовавшуюся полость между подошвой и верхней плитой заложил около 10 кг обрезков металла для увеличения веса и закрепил их сваркой. Далее из 14-го швеллера вырезал заготовку для опоры ручки управления, зачистил и, наконец, собрав все вместе, покрасил. Установил вибромотор, закрепив его с гроверами, чтобы не откручивались во время вибрации. Получилось даже симпатично. Оставалось изготовить ручку управления и колеса для перемещения плиты. На ручку пошел отрезок тонкостенной профильной трубы 40х40. В нижнюю часть вварил кусок 32 трубы, в нее отлично входил резиновый сайлентблок, а вверху кусок 20 для ручек управления. Прорезал отверстие для установки выключателя и приварил два крюка в качестве мотовила, чтобы скручивать сетевой кабель. При подключении электропроводки выяснилось, что родного кабеля вибромотора в 1 метр не хватает. Пришлось наращивать 30 сантиметров. А выключателю оказалось маловато места в 40 трубе. Пришлось повозиться с его монтажом. В качестве сетевого использовал 5 метров обрезиненного кабеля полтора квадрата. Он мягкий и устойчив к механическим повреждениям. Колеса для перемещения плиты решил сделать в виде быстросъемной колесной пары. К отрезку трубы приварил опорные шайбы для колес и на концах просверлил отверстия для шплинтов. Изготовил и установил пластину кронштейн. Теперь виброплита спокойно могла перемещаться по всему хабанной стройплощадке. Большие колеса это очень удобно. По характеристикам. Размер подошвы плиты 36 на 52 сантиметра. Вибромотор ИВ-99Е мощностью 500 ватт на 220 вольт. Мощность вибрации регулируется. Общий вес плиты около 60 килограмм. Легко убирается в багажник легковой машины. На испытаниях плита показала себя очень хорошо. Отлично утрамбовывает как песок, так и щебень. Самоходная двигается вперед сама, толкать ее не нужно. Двойная вибрационная защита ручки управления вполне справляется, руки не трясет. На все про все ушло полных 3 дня и около 8 тысяч рублей. К слову, аренда плиты в нашей местности стоит полторы тысячи в сутки, плюс за ней еще нужно ехать, а потом отвозить обратно. Поэтому изготовление плиты своими руками считаю однозначно оправданным. Надеюсь, мой пример поможет кому-то из зрителей нашего канала и вдохновит повторить наш опыт. К сожалению, при уплотнении песчаной подушки под основанием фундамента нашего тяжелого дома, я посчитал, что мощности и веса данной плиты недостаточно. Нужна плита посерьезнее. И конечно же, я решил изготовить ее сам. Очень скоро на нашем канале выйдет ролик об изготовлении своими руками тяжелой корпусной виброплиты, вибрация которой не давала отдохнуть соседям в домах через дорогу за 150 метров от нашего участка. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Кому понравилось это видео ставьте лайк, кому не понравилось дизлайк. Вопросы пишите в комментариях и до новых встреч.